Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. 40 сороков. Мало кто помнит смысл этого устойчивого выражения. Издавна так на Руси называли Москву по количеству благочиней, которые объединяли почти тысячу московских храмов. Но были времена, когда по всей Москве было не больше десятка церквей. Тогда, в далеком XIII веке, на окраине молодого города появился и первый монастырь – Данилов. Сейчас трудно вообразить, какова была жизнь средневековой обители. И недавние находки столичных археологов могут помочь нам представить Москву 700-800 лет назад. Наш гость сегодня – археолог, автор книги «Христианские древности» профессор Леонид Беляев. Археологические тайны могут скрываться в самых неожиданных местах. В самом центре Москвы, рядом с памятником Пушкину, где гремит музыка и находятся развлекательные центры и рестораны, под ногами у гуляющей публики находится фундамент древнего Страстного монастыря. И есть люди, которые уверены, что он будет возрожден. Девять месяцев назад сюда, на ступени кинотеатра «Пушкинский», в первый раз пришли люди с иконами. С тех пор каждую субботу в одно и то же время, в два часа дня, они поют о кафе Страстной иконе Божьей Матери, покровительнице монастыря, который когда-то был на месте Пушкинской площади. И вот где мы молимся, здесь же престолы великомученицы Анастасии Возрешительницы, архангела Михаила Николая Угодника, Нила Столбинского на втором этаже было. Своё имя Страстной монастырь получил в честь иконы Божьей Матери, на которой она изображена с ангелами. Один из них держит крест, а другой – копьё, орудие страстей Господних. После революции группа художников-богоборцев расписала его стены кощунствами, а в марте 1919 года монастырь занял военный комиссариат. Ну, а ещё оставались два действующих храма, а в кельях продолжали жить монахини. Когда я вошла впервые в храмы этого Страстного монастыря, и вот так вот всё оглянулось, у меня такое, знаете, внутри какое-то высокое ликование, настоящее, просто восторг какой-то был. Я вот думаю, наверное, так же, когда души попадают в рай, и, наверное, вот такое точное состояние, потому что лучше ничего не придумаешь. Разрушали монастырь в 1935 году. Сначала взорвали колокольню, потом снесли стены храмов. Но их фундаменты сохранились. Они и сегодня находятся под сквером. И каждую субботу крестный ход обходит эту незримую границу Страстного монастыря. Люди надеются остановить строительство подземного торгового центра на Пушкинской площади. Ведь при этом будет уничтожено всё, что осталось от монастыря. И будет окончательно погребена надежда на его возрождение. У нас церковь отделена государством, но это не значит, что государство, которое везде провозглашает, что оно как бы ориентируется на православные ценности, может допускать такие вещи ни в коем случае. Поэтому, если наше правительство пока ещё раздумывает, мы думать не будем, мы не позволим этому состояться. Что здесь будет? Удастся ли вас создать монастырь или нет? По правде говоря, я не знаю. Воля Господня на это. Может, нам такой роскоши не дано. Но отстоять, засвидетельствовать, тем самым подать и надежду всем людям, которые отзываются на это, мы должны. Скрытый под землёй фундамент монастыря, кроме духовной ценности, имеет и историческую. Здесь проходила знаменитая белая стена города, а первый храм был построен в честь Алексея Человека Божьего, небесного покровителя царя Алексея Михайловича Романова. По мнению археологов, земля под Пушкинским сквером скрывает немало тайн до Петровского времени. Неподалёку от храма Христа Спасителя, в самом центре Москвы, есть небольшой Зачатевский монастырь, одна из древнейших обителей города. Полтора года назад здесь был заложен камень в основании главного собора монастыря, на том самом месте, где прежде стояли храмы и в XVIII, и в XVI, и даже в XIV веке. Осенью 2005 года патриарх Алексей совершил закладку камня в основании будущего собора Зачатевского монастыря. На этом месте будет престол нового храма. А самый первый храм монастыря, деревянный, построили здесь еще в XIV веке. От него осталось только несколько плиток пола с изображением ковчега, все остальное погибло в пожаре семь веков назад. Белокаменный храм в начале XVI века построил на месте деревянной церквушки итальянский зодчий Оливиз Новый. Он приехал в Москву из Венеции по приглашению великого князя Ивана III. Этот храм был в числе первых десяти каменных построек города. Причем и города-то здесь еще не было. Далекая окраина Москвы, монастырская Слобода. Археологи раскопали целую улицу с погребами, кувшинами, церковной утварью и даже игрушками. Вот этого медвежонка, скорее всего, слепил ребенок. Ребенок пальчик буквально обмакнул, подержал там свою игрушку. Мы, видимо, разрешили. Потом у нас есть еще изразцы, которые пробную сделал доску человек и отпечатал просто на куски глины, чтобы проверить, как идет отпечаток. А этот образок великомученика Никиты – работа мастера, современника святых Сергия Радонежского и Андрея Рублева. Среди находок очень много хрупких вещей. Здесь же очень много захоронений было, кладбище огромное. И в первую очередь кисточки нужны для расчистки погребений, потому что в погребениях могут быть разные находки, в том числе очень хрупкие ткани, вообще совершенно разрушающиеся вещи, просто моментально. Большинство найденных сосудов – так называемые «слизницы» – лампадки для последнего соборования умирающего. Но есть и редкие находки. Это сфероконус – сосуд для драгоценных благовоний, привезенный из Китая. 300 лет назад на фундаменте белокаменного собора поставили величественный храм из красного кирпича. Этот храм был огромных размеров, он был двухпрестольный, значит, он был рождественско-зачатевский, построенный в стиле псевдоготики, имел 30-метровую колокольню. Его разрушили в 1933 году. Собор, который строят сегодня, соединит все три храма вместе. Молитва зазвучит здесь как 300 и 500 лет назад. В Зачатевском монастыре археологи работают не больше двух лет, а в Даниловом уже почти четверть века. Но и здесь бывают неожиданные находки. В южной части Семисоборного храма полгода назад было обнаружено захоронение двухвековой давности. В белокаменном склепе покоились останки архиерея в полном облачении, с панагией, крестом и Евангелием. Несмотря на то, что мощи частично истлели, археологам удалось определить имя архиерея. В этом склепе был погребен Никифор Феотокис, грек по происхождению, известный церковный писатель и настоятель Московского Данилова монастыря в конце XVIII века. Итак, сегодня мы говорим об археологии Москвы. Наш гость – профессор Института археологии Леонид Беляев. Здравствуйте, Леонид Андреевич. Здравствуйте. Вот я вижу, на столе лежат такие удивительные вещи – панагия и золотой крест. Это вещи, наверное, из гробницы архиепископа Никифора Теотокиса. Скажите, а что это был за человек? Это был чрезвычайно интересный человек, проживший очень интересную, может быть, не такую длинную по нынешним понятиям, до 70 лет он не дожил жизнь, но очень насыщенную. Он родился в 1931 году на острове Корфу. В каком веке, простите? Прошу прощения, в 1731 году, 18 века, значит, в 1931 году, на острове Киркира или Корфу, иначе. С юности подвязался в церкови. В молодые годы отправился путешествовать и обучаться в Италию, учился в Болонском университете не только теологии, не только филологии и риторики, но учился и физике, и математике. Он вообще был чрезвычайно образованным человеком. Как он попал в Россию? Очень длинным путем. Он занимался миссионерской деятельностью повсюду. От Германии, где он тоже учился в последующие годы, до Палестины, Египта, Сирии. Работал, служил в Иерусалиме, в Великой Церкви. Оттуда был приглашен в Молдавию. И уже из Молдавии был приглашен соотечественниками, другими греками, которые находились на русской службе. И с второй половины XVIII века он уже служит сначала в новоприсоединенных губерниях в Полтаве, открывает гимназию. Затем становится архиепископом Юга России, как мы бы сейчас сказали, Солнским и Славянским. Он был и настоятелем Данилова монастыря. Да, в конце жизни, почувствовав уже некоторую усталость, конечно, от таких огромных трудов и путешествий, он подал прошение о том, чтобы провести остаток жизни в Данилове монастыре, архимандритом которого он становится. И несколько лет занимается там учеными трудами, тоже пишет. И в конце концов, вот представившись, он был там похоронен. Но какова же странная судьба наших некрополей, если вот 200 с небольшим лет назад человек был похоронен, и приходится уже искать его могилу почти теми же способами, какими ищут погребения древних царей где-нибудь, значит, в Египте. Это, конечно, замечательная находка и действительно значительное событие, наверное, и не только для археологии, а вообще для истории нашей церкви. Скажите, вот почти 30 лет вы ведете раскопки в Даниловском монастыре, а какие еще значительные находки вам пришлось за это время обнаружить? Мы постоянно спорим, историки, археологи, все, кто занимается церковной историей ранней Москвы, спорят о том, на каком месте находился монастырь, когда он куда переводился, точно ли он привязан к своей территории. А это рождает всевозможные сомнения, связанные с хронологией, скажем, обители. Часто сомневаются, что вообще Данилов монастырь, сомневались, был на своем месте. И вот важнейшим этапом работ 80-х годов была привязка Данилова монастыря к его нынешнему и древнему же месту. Удалось показать, что в XIII-XIV веках на том месте, где стоит сейчас старый собор, храм Семи Вселенских соборов, на этом же месте существовал некрополь, а, видимо, и церковь, следовательно XIII-XIV веков. Вероятно, это древний центр монастыря. А что вообще можно узнать, скажем, о жизни самого обителя, о жизни монахов в XIII веке? Можно что-то новое подчеркнуть из ваших археологических находок? Ну, в Даниловом монастыре было сложнее, но в Зачатевском мы получили исключительные по ценности и интересности материалы. Мы обнаружили часть монастырской застройки, как говорят насельницы, монастырскую улицу, очень трогательно это называют. Это несколько рядов зданий, которые сменяли друг друга деревянных. Сами здания, конечно, не сохранились, но от них остались погреба, небольшие подполы, где, видимо, хранилось какое-то количество запаса еды и продовольствия, и от которых остались на тех местах, где они погибли во время пожара в середине XVI века, остались кувшины, кубышки, большие сосуды всевозможные, горшки. И самое замечательное, что во всех кельях они примерно одинаковые, набор примерно один и тот же везде. Это уникальная совершенно тоже находка, которая позволит долго нам размышлять и рассуждать о том, чем питались они. Ну, мы знаем, естественно, чем, но как это связано с самой керамикой, каков был вот этот запас, как, в общем, быт начинает постепенно рисоваться. Мы, конечно, совсем плохо представляли себе каждодневный быт обители. Известно, что вот на месте Данилова монастыря обнаружено поселение IX века. А значит ли это, что Москва моложе, вернее, простите меня, старше на два века? Ну, вот это второй сюжет, связанный с открытиями в Даниловом монастыре. Дело в том, что и в 80-е годы мы уже обнаружили там большое поселение, самое большое славянское поселение, может быть, в окрестностях Москвы и единственное в черте современного города. Так что можно даже ставить вопрос о том, где находятся истоки, значит, вот московской культуры, московской жизни. Откуда есть пошла земля московская. Совершенно справедливо. И, безусловно, Данилов монастырь – одно из тех мест, Даниловское место – одно из тех мест, где начала расти Москва. Вот это большое поселение мы продатировали скромно концом X века XI, но после работы этого года мы убедились, что на этом месте существовало и поселение, ну, скажем, римской эпохи, римского времени, раннего Железного века. И затем, после того, как это поселение прекратило свое существование, через какой-то промежуток появилась раннее славянское, возможно, IX века действительно. Так можно ли сказать, что все-таки Москва имеет своим основанием именно IX век? Вы знаете, существует некая конвенция о том, что город возникает тогда, когда он возникает в сознании людей, когда он возникает в духовном смысле, не когда первые люди приходят на это место. Потому что, если мы будем так думать, мы уйдем очень глубоко и в неолит, и в каменный куда-нибудь век, понимаете? Вот. И даже если мы просто будем искать своих предков славян на этом месте, то и то же, мне кажется, это не совсем то. Да, славяне здесь в IX-X веках жили, но в центре города пока их поселение не найдено, я не уверен, что они будут найдены, потому что Москва очень активно исследуется, и пока следов этого времени в центре города у нас нет. В центре города зато ведется вот сейчас активно строительство, строится элитное жилье, разрывается. Москва, глубокие котлованы, а не мешает ли это, не уничтожает ли это вообще археология Москвы? Вы знаете, тут две стороны. Конечно, уничтожает, общий ответ уничтожает. Для археологии это скорее плохо, чем хорошо. Для археологии было бы хорошо, если бы ничего этого не трогали в течение какого-то времени, и когда уже придет то время трогать, то уже аккуратно, медленно и долго это исследовали. Но это не совместило у нас с жизнью современного города. Поэтому я бы сказал так. Мы, например, на Манеже, на двух Манежах, так сказать, которые дважды исследовалась, Манежная площадь, мы знаем два домонгольских памятника, которые мы раньше не знали. С другой стороны, оба эти памятника в общем погибли в процессе строительства, можно сказать, археология только в малой степени сумела их зафиксировать по разным причинам. Хорошо это или плохо? Мне трудно ответить на этот вопрос. С одной стороны, мы стираем эти памятники, они исчезают уже второй раз, исследовать будет нельзя. С другой стороны, они все-таки появились на карте города, до этого их не было. Остановить строительство совсем мы не можем. Город современный не может перестать расти и не может следовать, вероятно, за темпом археологических раскопок. Но другой есть вариант, может быть, имеет смысл создать институт археологии Москвы, достаточно мощный. Так же, как мне кажется, и церкви пора задуматься о том, чтобы создать археологическую службу собственную, потому что... Очень интересное предложение. Вот я знаю, что существует церковно-археологический кабинет Троиц Сергиевой Лаврии. Это, ну, может быть, небольшой все-таки, но музей церковный. Самая ценная часть коллекции церковно-археологического кабинета – подлинные облачения митрополитов и патриархов русской церкви. Эти саккосы были сделаны ровно сто лет назад для будущего патриарха Тихона. А совсем недавно музею подарили вещи митрополита Петерима. Лента на плечах архиерея называется «Амафор». Он напоминает о заблудшей овце, которую Христос, спасая, взял на свои плечи. А набедренник – это символический меч для борьбы со злом. Оказывается, что соблюдение древних канонов вполне может сочетаться с фантазией в украшениях. Одеяния, расшитые цветами, обычно дарили митрополитам и патриархам их любящие прихожане и почитатели. Об этом Иоанн Кроштадский праведно очень много говорил, что священник – это лицо Бога. Поэтому он должен всегда быть оприятным, всегда аккуратным. И его одежда не должна соблазнять тех людей, которые к нему приходят за Словом Божиим. В уникальном собрании церковно-археологического кабинета находятся вещи святейшего патриарха Алексея I Семанского. Среди них имеется куколь, где изображается Серафим и четыре святителя. Очень уникальная вещь, поэтому я позволю себе показать вам поближе. Венчает куколь патриарший крест. А вот не планируется создать действительно подобных церковных музеев сейчас на территории Москвы? У нас есть в Москве церковно-исторические музеи, конечно, в храме Воскресения в Кадашах у отца Александра Салтыкова, в храме Христа Спасителя прекрасный музей собора. Есть и другие маленькие точки, где эти музеи есть, в Даниловом монастыре есть собственный музей. Но все они, во-первых, не имеют археологического характера. А очень важно было бы, поскольку церковь сейчас обладает огромным потенциалом историко-культурно-археологическим. Каждый храм, каждый монастырь – это, конечно, сокровищница. Но вещи там находимые, например, вот такого рода, они формально должны передаваться именно на государственное хранение в музеи, что резко понижает, на мой взгляд, статус церковных музеев, что не совсем правильно, в свою очередь, мне кажется. Вот сейчас такой первый опыт, я бы сказал, первый опыт создания музея делается в Зачатевском монастыре. Там сохранены усилиями, значит, сестер монастыря, сохранены все остатки древних храмов, которые там имелись. Они станут ядром такого своеобразного реликвария, если хотите, подземного, маленькой такой катакомбы христианской, куда можно будет спуститься, можно будет молиться, можно будет просто предаться созерцанию этих предметов. И будет, конечно, музей, где будут сами предметы. Леонид Андреевич, а случалось ли вам находить ценные находки в самых неожиданных местах? Ну, я должен признаться, что везде абсолютно бывают ценные и неожиданные находки. Может быть, самая неожиданная находка была в Даниловом монастыре в 83-м году, когда мы только начали работать, и когда вдруг из огромного количества мусора, которым была завалена территория монастыря, который убирался, из первых слоев строительных остатков, когда началась, планировка вертикали, внезапно выступили какие-то камни совершенно непонятные, которые через буквально несколько часов работы сложились в апсиды. И мы поняли, что мы стоим, собственно, на остатках храма, который оказался, правда, храмом середины XVI века, но от этого не менее замечательным, с которого началась перестройка всей истории монастыря, всей архитектурно-церковной истории монастыря. А вообще-то насколько археология точная наука? Не бывает ли таких вот ошибок? Вы атакируете это одним веком, а потом оказывается, что это совсем другое. Ошибки бывают, но все-таки археологические ошибки, во-первых, они, как правило, добросовестные, иногда заблудаемся добросовестно, но все-таки, я бы сказал, что археология очень точная наука, на свой лад очень точная наука, не менее точная, чем, скажем, кодекология, чем нумизматика, чем науки, которые имеют лапидарную эпиграфику, имеют дело просто с текстами, написанными на материальных носителях. А какие места в Москве еще, по вашему мнению, представляют особенный интерес для археологии, кроме Данилова монастыря Зачатевского? Ну, безусловно, Кремль, в котором нужно, конечно, ставить и будут ставиться, я надеюсь, правильные археологические исследования, долгосрочные, долговременные, будут, безусловно, очень интересными и эффектными. Несомненно, все в Китае-городе, вне всякого сомнения, все церковные места и все монастыри, все слободы, основанные, по крайней мере, до 17 века включительно, возникшие, вообще все территории, где началась, значит, городская жизнь, продолжалась. Плюс к этому многочисленные памятники древности, которые входят в черту Москвы, хотя к самой Москве не относятся, ну, Дьяково городище, скажем, в селе Коломенское и вот такого рода ранние памятники. Спасибо большое, Леонид Андреевич. Я благодарю вас за такую интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся в нашей студии. Пришло время нашей рубрики «История России в историческом музее». ее автор и ведущий, доктор исторических наук Вадим Леонидович Егоров. Правление Ивана Грозного, русские войска, сражались на восточных и западных границах государства. Два поволжских ханства, Казанское и Астраханское, были присоединены к российскому государству, получившему в результате этого выход к Каспийскому морю. Об этих событиях напоминает Байдана, кольчуга из плоских колец. Она принадлежала Ивану Выродкову, построившему крепость Свияжск во время Казанского похода 1552 года. Весит Байдана около 16 килограмм, а на каждом кольце выбито имя владельца. Менее удачной была Ливонская война, где России противостояли, кроме ливонских рыцарей, Польша и Швеция. Начало 17 века в истории России получило название Смутного времени. Тогда на московском престоле утвердился вставленник Польши Лжедмитрия. Об участии Польши в событиях Смуты напоминает амуниция летучих гусар с крылом из лебединых перьев на спине. Рядом подлинная расписка Лжедмитрия в получении 4 тысяч золотых от польского короля Сигизмунда III. Смутное время закончилось изгнанием интервентов и утверждением на российском престоле династии Романовых. Героями этих событий стали князь Скопин-Шуйский, разбивший Тушинского вора Лжедмитрия II и князь Дмитрий Пожарский. Сохранился портрет Михаила Скопина-Шуйского и его парадный палаш. Рядом сабля Дмитрия Пожарского, которую ему преподнесли благодарные москвичи за освобождение столицы от захватчиков. Правление царя Алексея Михайловича в 1654 году Украина воссоединилась с Россией. В этой витрине гравированный портрет Богдана Хмельницкого и его серебряная водосвятная чаша. Рядом стальная печать специально созданного малороссийского приказа. Во второй половине 17 века заметно изменились вооруженные силы России. Это можно видеть, сравнивая комплекс вооружения поместного войска с вооружением более поздних стрелецких отрядов, а затем с полками нового строя, которые и стали прообразом регулярной армии. В конце 17 века Россия находилась на пороге Петровских реформ. Но об этом в следующем выпуске нашей рубрики «История России в историческом музее». Наша программа подошла к концу. Ее полную версию вы можете найти на сайте «Седмиц.ру», где всегда помещаются самые последние новости жизни Русской Православной Церкви, а также религиозные новости со всех концов света. Спасибо всем, кто был с нами эти полчаса. В следующую субботу мы встретимся снова. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь. Русской Православной Церкви 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 Продолжение следует...